Сегодня у нас 634 выпуск открытой политики и обзор событий за неделю. На оперативном совещании в правительстве в минувший понедельник Хабиров отчаянно доказывал, и в первую очередь своим собственным подчиненным, что в Башкирии, дескать, нет никакого вакуума власти, несмотря на то, что уже два месяца персональный состав правительства не утвержден. Может быть, в Башкирии и нет вакуума власти, но вот про внешнее управление регионом говорят все чаще и чаще, причем люди серьезные, важные, облаченные властью, например, в коридорах госсобрания Курл-Тай Республики Башкортостан. Несамостоятельность и управляемость Хабирова становятся все очевиднее, и почти все ключевые решения либо напрямую диктуются ему федеральными чиновниками, либо и вовсе принимаются без участия самого Хабирова. А ведь чиновник, он существо чуткое. За версту чует и слабость начальника его страх, а как только почует, все, тут, как говорится, пиши пропало. И хозяина себе нового найдет, и в добивании старого вожака с удовольствием поучаствует. Такие уж у нас в России чиновники. Все на той же оперативке 28 октября Хабиров с уверенностью заявлял, что лояльные и утвержденные им, Хабировым, главы районов беспрепятственно пройдут переутверждение на новый срок в своих районных советах. Звучало это так, что решение самих районных советов вообще никакого значения не имеет, лишь бы только Хабиров одобрил того главу, который должен продолжить работу. И вот тут, как говорится, на Каркерл ради Фаридовича. Уже к концу недели кандидатур Хабирова, коих было на понедельник в 17, стало как минимум на одну меньше. В конце недели стало известно, что арестован и обвиняется в крупном системном взяточничестве глава Мелиузовского района Рустем Шамсуддинов. Вот он тоже в числе тех 17 человек готовился продлить свои полномочия за благословение дорогого ради Фаридовича буквально вот на днях. Любопытно, что несколькими месяцами ранее, в том же самом Мелиузовском районе, в той же самой администрации, был арестован и осужден к 9 годам колонии заместитель этого самого Шамсуддинова Василий Егоров. И тоже за взятки. Согласитесь, какая-то странная закономерность. Так вот, несостоявшемуся на данный момент главе Меллюзовского района Шамсуддинову вменяется статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 6. Взятка в особо крупном размере. Санкции по этой статье предусматриваются, насколько я помню, до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Шамсуддинов получал взятки тремя квартирами от местных застройщиков в обмен на выделение земельных участков и согласование разрешения на строительство. Вот тут стоп, давайте разберемся. Общеизвестно, что первое, что начал делать Хабиров, придя к власти в регионе, это перераспределение полномочий. В конечном итоге, к 21 году, Ради Фаритович отобрал у районных администраций право на распределение земельных участков под строительство и право в выдаче разрешения на это строительство. Все эти полномочия теперь сконцентрированы в республиканском правительстве. И если господина Шамсуддинова обвиняют в получении взяток и выдаче вот этих разрешений и всевозможных участков до 21 года, ну тогда да, то есть это прямое обвинение вот этому Шамсуддинову. А если после, вот тогда все становится значительно интереснее, потому что после 21 года у Шамсуддинова уже не было единоличных полномочий выдать землю или разрешение на строительство. А это значит, что у него вполне вероятно были некие высокопоставленные подельники уже в правительстве республики Башкортостан. А учитывая близость Шамсуддинова лично к главе, тут напрашиваются и совсем нехорошие мысли. Но пока это мысли, впрочем, не станем забегать вперед и дождемся, в общем-то, развития событий, подробностей. Следствие по несостоявшемуся главе Мелизинского района только-только начинается. А учитывая то, что ему ломится вполне себе существенный тюремный срок и как бы по этой статье там много чего полагается, то вполне возможно мы даже увидим какие-нибудь неожиданные откровения господина Шамсуддинова в стремлении снизить этот срок и получить некое снисхождение. Отмечу отдельно, что арест главы Мелизинского района это 19-е задержание члена команды Хабирова в ранге от главы района и выше. Ну и, как говорится, дай бог не последнее. Незаметно закончился октябрь, уже наступил ноябрь и только благодаря вашей материальной поддержке наш канал продолжает работать и даже планирует развиваться вопреки всяким встречным ветрам и событиям. Спасибо каждому нашему спонсору, особенное, отдельное спасибо нашему вечному другу Рус Гевари. А всем, кто хочет и может нам помогать материально рублем или копейкой, мы советуем подписку на канале «Открытая политика» через платформу Boosty. Ссылка будет в описании. Ну или самый простой способ. Вот наша сберкарта, она сейчас на экране, а также вы можете ее найти в описании под каждым видео на нашем канале. Однако от задержания до справедливого возмездия, к сожалению, путь не прямой и не близкий. Так называемое правосудие для господ набирает обороты не только в Москве, но и в регионах. О совершенно вопиющем случае вот этого правосудия для чиновников мы узнали на прошедшей неделе. Экс-заместитель министра Виктор Михайлович Жульков полностью оправдан Верховным судом, а его подельнику Авзалову, ныне возглавляющему многомиллиардный рекфонд Республики Башкортостан, суд костил штраф до шести размеров оплаты труда. Кто и как будет возмещать ущерб, установленный судебными разбирательствами предыдущих инстанций, не уточняется. Напомню, что эти оба чиновника обвинялись в том, что они согласовали и приняли работы по контракту, которые никак не соответствовали требуемым параметрам, и в итоге, вот там речь идет о строительстве участка дороги, этот участок дороги, в общем-то, требует полного демонтажа и ремонта заново. То есть они нанесли, по мнению предыдущей инстанции суда, прямой ущерб бюджету. Так вот, теперь Верховный суд полностью оправдал господина Жулькова. Причем, помимо вышесказанного оправдания, у Жулькова есть теперь еще и право не только на реабилитацию, но и на завещение ущерба за неправомерное осуждение. Интересно, взыщет ли Виктор Михайлович с государства свою кровную копеечку? Примерно в тот же самый момент, когда Верховный суд Республики Башкортостан принял решение оправдать господину Жулькова, в далеком Подмосковье в магазине «Пятерочка» двое граждан попытались похитить несколько пачек сливочного масла на сумму примерно 6 тысяч рублей. Но граждане-злодеи были задержаны, и что-то мне подсказывает, что они-то как раз не смогут рассчитывать на снисхождение суда и отправиться за решетку гарантированно. Возвращаясь к судьбе Виктора Михайловича Жулькова и не оспаривая решение суда, все же задам вопросы. Как же так получилось, что следственные органы, прокуратура, судебные инстанции проработали вопрос, провели следствие, собрали доказательства и даже приняли судебное решение, и все оказалось это или зря, или неправдой. Кто ошибался? Следователи? Прокуратура? Может быть, Верховный суд ошибся в конечном итоге? Непонятно совершенно. Но очень даже понятно, что подобные коллизии точно не добавляют веры населения ни в справедливость, ни в правосудие, ни в объективность следственных и судебных органов страны. А как итог, все нарастающий правовой нигилизм граждан. И это на самом деле неизбежно в подобных ситуациях. Несмотря на все проблемы с Ютьюбом в России, количество подписчиков нашего канала неуклонно растет. Подписчиков становится больше и на Ютьюбе, и на Яндекс.Дзене, и в Телеграме, и ВКонтакте, и везде. Подпишитесь и вы обязательно, если вы еще этого не сделали. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии, расшаривать наши видео в своих соцсетях. Всем этим вы, безусловно, помогаете нашему каналу и делаете так, чтобы наше видео увидело все больше и больше жителей нашего солнечного Башкортостана. Однако не только проделками чиновников интересуются жители Республики Башкортостан. Часть населения беспокоится о судьбе культурного и исторического наследия региона. На минувшей неделе группа неравнодушных граждан обратилась с открытым письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме обеспокоенные жители Башкортостана сообщают Владимиру Владимировичу, что опасаются за судьбу статуи Салавата Юлаева, которую намереваются в ближайшее время демонтировать и отправить на реконструкцию. Просители в письме указывают, что есть у них подозрения о том, что монумент может не вернуться на свое законное место после так называемой реконструкции. А также граждане излагают Владимиру Владимировичу свои опасения и недоверия в адрес компании, которую наняли для реставрационных работ, напоминая Владимиру Владимировичу о том, что даже гигантский монумент родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде ремонтировали, не снимая с постамента. А чем, дескать, наш родной Салават Юлаев хуже, чем тот монумент на Мамаевом кургане? В общем-то, ничем. Является ли это письмо свидетельством некого осеннего обострения или имеет под собой реальную подоплеку, я не могу судить. Но точно знаю, что подобные мысли и подобные письма доказательство крайнего недоверия к местной власти, а еще иллюстрацию того, как плохо и неумело ведет эта самая местная власть разъяснительную работу своих действий. То есть для меня очевидно, что те, кто готовился к этому громкому событию, демонтажу памятника Салавата Юлаева, не продумали и не организовали процесс разъяснительной работы среди обеспокоенных граждан. А таковые, как выяснилось, нашлись. В общем, большая черная отметка внутриполитическому блоку администрации главы региона. Я уже неоднократно говорил о том, как важна и ценна для нас обратная связь с нашими зрителями и подписчиками. И как иногда из этой обратной связи вырастают очень интересные сюжеты и всякие события. Вот, например, помнится несколько лет назад именно из переписки с нашими зрителями и подписчиками выросла вот эта история с нефтешламом в городе Белебее. Так вот, в обзоре оперативного совещания правительства 28 октября мы разбирали доклад новой министерки туризма и предпринимательства Зухри Мавлетбаевны Гордиенко. Ну, разобрали этот доклад. Доклад был действительно довольно нелепый и какой-то противоречивый. И неожиданно получили в комментариях к нашему видео по оперативке целый шквал отзывов жителей Кигинского района, которым та самая госпожа Гордиенко недавнего времени управляла. Ну и, увы, все эти комментарии были вовсе не комплиментарны в отношении госпожи Гордиенко. Меня очень заинтересовала, например, история того, как мадам Гордиенко сделала какой-то неимоверный ремонт какого-то культурного заведения в деревне с 25 жителями. И конкретно заинтересовала то, кого она привлекла в качестве подрядчиков, ну и так далее. К сожалению, комментарии, которые мы получили под нашим видео об оперативном совещании, которые касались госпожи Гордиенко, не изобиловали ни фактами, ни документами. А мы всегда опираемся на факты и документы. Так что я обращаюсь к жителям Кигинского района. Свяжитесь с нами, пожалуйста, любым доступным для вас способом по почте, в соцсетях, еще где-то. Расскажите нам о том, как госпожа Гордиенко правила этим самым Кигинским районом и почему же, чем же она таким заслужила такой стремительный рост по карьерной лестнице. Управляла себе, в общем-то, неприметным районом, непонятно чем прославилась и вдруг сделалась министром. Что-то здесь все-таки интересное, на мой взгляд, есть. Так что давайте разберемся вот в этом замечательном внезапном карьерном взлете. Славный город Мелиуз на минувшей неделе отметился в новостной повестке не только арестом главы района по подозрению в системном взяточничестве, но и еще в одном, на мой взгляд, культурном событии был замечен тот самый славный город Мелиуз. Житель Мелиуза и по совместительству скульптор Игорь Павлов извоял и установил на въезде в родной город шестиметровую скульптуру «Мелиузовская красавица». Монумент представляет собой гигантскую бронзированную фигуру женщины в национальном одеянии, сидящую на лошади и с воздетыми к небу руками. Примечательно, что энтузиаст Игорь Павлов передал свое творение городу совершенно бесплатно. И именно в этот момент где-то в далекой Москве горько-горько заплакал Салават Щербаков, который редко соглашается ваять что-то для Башкортостана бесплатно, и чаще всего его творение обходится нам в несколько сотен миллионов рублей. Например, вот эти самые нелепые фигуры борцов на фасаде и у входа в пресловутый дворец борьбы в Уфе. Они обошлись бюджет Республики Башкортостан в суммы аж с восьмью нулями. Конечно, нелепо сравнивать произведения искусства по их стоимости, но ведь и другой тезис, как говорится, никто не отменял. Все познается в сравнении. Теперь мы можем сравнить мелюзовскую красавицу на коне, ну и уфимских борцов на фасаде дворца. Принимая во внимание всю обветшалость и ненадежность российской жилищно-коммунальной системы, мы все с тревогой всматриваемся в очередную и неизбежно надвигающуюся на нас зиму и гадаем, пронесет ли на этот раз, выдержат ли нагрузку теплоцентрали и подгнившие изрядно-распределительные сети. Волнует нас это. Тревожно прожили Хэллоуин в этом году жители Кузнецовского затона. 31 октября более 16 тысяч жителей этого многострадального района Уфы провели без отопления, грустно наблюдая за первым снегом за окном. Власти объяснили это отключение тепла на целые сутки, цитирую, плановой заменой запорной арматуры. Но тут вопрос. Голованова нас действительно считает идиотами или попросту над нами издевается? А нельзя было, например, запланировать эту плановую замену, ну например, на август? Ну или хотя бы на начало сентября? И еще, как говорится, а можно всех посмотреть? Я имею в виду, можно опубликовать график вот этих вот плановых замен всевозможных арматур. Традиционно каждую неделю в телеграм-канале «Открытая политика», на которой вы не забудьте, пожалуйста, подписаться, мы проводим опросы на самые актуальные темы недели. В этот раз мы попросили наших подписчиков объяснить причину уже двухмесячного ступора Хабирова в плане утверждения персонального состава правительства Республики Башкортостан. Результаты были такими. 52% опрошенных считают, что федеральные ведомства отказываются согласовать кандидатуры, предложенные Хабировым, по причине их полной профнепригодности. 32% опрошенных полагают, что федералы преследуют свои корыстные цели и проталкивают собственные кандидатуры в министерские кресла региона, чтобы, как говорится, управлять процессом. Тем самым они оттесняют хабировские кадры. Ну и 15% опрошенных традиционно винят во всех своих бедах и неудачах, конечно же, американцев, которые непрестанно гадят в их собственных подъездах.